Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. И этим видео я закончу серию о чудесах в пятой циве. О всех чудесах по эрам я рассказывал в предыдущих сериях. Каждая эра это одна серия. Единственное, о чём я вам ещё не рассказал, это о национальных чудесах. Эти чудеса могут строить все абсолютно. То есть их никто не может у вас украсть из-под носа на том же ходу, на котором вы их строите. Но тут есть тоже свои определённые особенности, на которых я и остановлюсь. Во-первых, обращаю ваше внимание, что все бонусы, штрафы и прочее, которые действуют на обычные чудеса, влияют и на национальные чудеса. То есть, если вы примете в традиции аристократию, которую даёт плюс 15 процентов к строительству чудес, эта социальная политика будет действовать и на национальные чудеса. Второе, ну, я думаю, об этом все знают, но стоит упомянуть. Любое национальное чудо требует сначала, чтобы во всех ваших городах были построены определённые здания. В случае национального колледжа, вот это самое первое чудо, которое будем разбирать, требуется, чтобы во всех зданиях была построена библиотека. Но что более важно, чем больше у вас городов, тем больше производства будет требоваться для строительства национального чуда. Именно поэтому национальные чудеса в основном строят те, кто играет в высокую империю, в традиционные города, когда городов мало. Вот я не могу конкретно сказать процентное соотношение, сколько будет прибавляться производства, потому что оно всегда по-разному. Вот, например, на быстрой скорости национальный колледж, когда у вас один город, он стоит 103 молотка, 103 производства. Два города – 123 молотка, три города – 144. Вот в моём случае, вот сейчас у меня стоит 5 городов, и национальный колледж стоит 184 молотка в строительстве. То есть в случае национального колледжа каждый город как бы прибавляет по 20 молотков. Но это для каждых чудес разная цифра. Просто имейте в виду, что вот при игре через большое количество городов, на самом деле, строительство национальных чудес становится очень дорогим удовольствием. Эти чудеса начинают требовать больше производства, чем обычные чудеса. Вот в данном случае, видите, уже национальный колледж почти в полтора раза требует больше молотков, чем Стоунхендж. Ну, или там Парфенон, который, вот Парфенон, он в ту же эру появляется, когда это национальный колледж. Поэтому надо, если вы планируете играть через большое количество городов, иногда стоит свое, свою экспансию немного притормозить, если вам требуется реально это чудо, а национальный колледж, вот, он многим требуется действительно, и построить сначала национальное чудо. Вообще, национальных чудес 12, и некоторые из этих национальных чудес, вы даже, наверное, не думали, что они считаются национальным чудом. Так это относится к дворцу. Да, дворец – это национальное чудо. Единственное, что вы его построить не можете, он автоматом строится в вашей столице, и если вашу столицу захватывают, например, в данном случае Москву, то дворец автоматически строится в следующем городе, который становится столицей, будет в Петербурге, например. И именно дворец дает, вот, в городе три золота, три науки, три производства, два с половиной защиты и одну культуру. Вот, та, тот, одна культура в начале игры, которая к вам прибавляется, это именно от дворца, а не просто потому, что она там где-то есть, или там создатели решили вам просто одну культуру давать. Так что потеря столицы довольно существенно сказывается на развитии, особенно если, опять же, вы играете через традицию. Но это то национальное чудо, которое ничего не требует и будет строиться автоматически. Уже упомянутый национальный колледж, пожалуй, самое популярное национальное чудо, потому что дает довольно много науки, и вообще, ну, желательно действительно его построить в любом случае, как бы вы ни играли. Три науки в ход неплохо, но самое главное, плюс 50% науки к тому выхлопу, который вы имеете от города. То есть это очень неплохой модификатор. Это считайте, как еще одна обсерватория. Если у вас в городе, например, есть и обсерватория, и нацколледж, то этот город в два раза больше науки генерирует. И имеет смысл строить его именно в городе, который находится рядом с горой, у которого есть много джунглей рядом, и благодаря этому вы сможете сгенерировать много науки. То есть иногда этот нацколледж можно построить и не в столице. Правда, важно понимать, что основная наука в игре идет от количества жителей. Так что если это у вас будет маленький город, там, с 10 жителями всего лишь во второй половине игры, но при этом у вас там будет построен нацколледж, да, и обсерватория, то вы не получите той науки, на которую рассчитываете. То есть это, ну, хотя бы там 20 жителей, чтобы было, и то это мало. Там 25-30, вообще замечательно. 25-30 жителей, город рядом с горой, с национальным колледжем обсерватории и с каким-то количеством джунглей рядом, это будет очень большой прирост наук. Прыгну вперед и сразу отмечу другое национальное чудо, которое дает науку. Для того, чтобы построить Оксавский университет, у вас во всех городах должен быть обычный университет, но это национальное чудо обычно все оставляют на конец игры, потому что дает оно всего три науки, ну, я на культуру уже не обращаю внимания, всего три науки в ход. На тот момент, когда Оксавский университет строится, это не так уж и много, то есть можно пожертвовать этой наукой, зато дает бесплатную технологию. И вот многие почему-то в комментариях не понимают, что взять бесплатную технологию в конце игры, которая, например, стоит 5804 науки или там 6633 науки, намного лучше, чем брать технологию, когда вот вы Оксавский университет построили и взяли, например, ну, чтобы быстрее выйти индустриализацию, 1205. То есть в середине игры Оксавский университет для бесплатной технологии важен только, если вы действительно с помощью этой технологии получите большое преимущество. То есть обычно, например, берут динамит, потому что кого-то рядом хотят захватить, открывают вот эти нижние технологии, строят много пушек, то есть у вас должно быть много денег. К тому моменту, когда открываются последние вот эти две технологии, Оксфорд строят и берут динамит уже как бесплатную технологию. И апгрейдят все пушки в артиллерию и захватывают ближайшего соседа. Но у вас должно быть все подготовлено. То есть за счет того, что вы теряете возможность в конце игры взять дорогую технологию, вы получите развитие за счет захвата соседа. И у вас будет там больше городов, потом больше науки, и все равно вы в эти технологии выйдете раньше. Или вообще всех вокруг захватите. На морских картах часто берут навигацию, чтобы быстро проапгрейдить галлиасы во фрегаты и всех вокруг победить. Частенько бывает, что могут взять радио с Оксфорда, если у вас нет угля, а вам нужна срочная идеология. Вы вышли в индустриализацию, угля у вас нет. Ну, приходится идти в радио, потому что радио – это самый близкий путь выхода в современность. Тогда после открытия электричества сразу вот… Ну, то есть вам надо, чтобы Оксфорд был построен именно в тот ход, когда вы открыли электричество. Сразу берете радио и на следующий ход принимаете идеологию. Берут и радар иногда с Оксфорда, чтобы быстро проапгрейдиться в самолеты и кого-нибудь захватить. Берут с Оксфорда, например, уже в последних эрах баллистику, чтобы ядерные ракеты строить. Либо сателлиты открывают. Ну, или просто, когда уже строят космический корабль, то берут какую-нибудь из технологий, дающую возможность строить космический корабль. Вот, например, неплохо нанотехнологии, потому что тут сразу икскомы есть. Или физика элементарных частиц тоже. Просто мало кто идет вот по этой ветке, приходится открывать мобильную тактику, и потом открывается Оксфордом последняя недостающая часть космического корабля. Большой цирк. Еще одно национальное чудо из античности. Для того, чтобы его построить, у вас во всех городах должны быть построены арены. Дает пять счастья и, в принципе, неплохое чудо для того, чтобы получить счастье. Вот и все. Нехватка счастья. Вам все равно придется строить арены в любом случае. Построив везде арены, вы получите возможность построить циркус максимум. Увеличивает на пять, и оно хорошо тем, что оно не влияет от того, сколько у вас жителей в городе. То есть вы можете в любом городе его построить, и все равно у вас прибавится пять счастья. С его помощью быстро решаются эти проблемы. Но обычно его откладывают просто, чтобы сначала построить арены, потом еще можно построить, где возможно цирки, а потом уже строится циркус максимум. Оно чудо по необходимости. Скорее всего, вам все равно его придется построить. Так уже говорить, что оно необходимое, вот, обязательно всегда строить, я не буду. Но нужно вам счастье? Стройте циркус максимум. Девочки и мальчики, стратегии стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран в офлайне и абсолютно бесплатно, всегда замечательно. Да, я снова перешел к рекламе 2GIS. Мой любимый спонсор недавно выпустил свежую версию своего продукта для всех платформ с большим количеством новых удобных функций. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте интересующий вас город. Героический эпос. Не бутайте, опять же, с национальным эпосом, потому что это немножко разные чудеса. Можно строить, когда у вас во всех городах построены бараки. Плюс в том, что он дает плюс 15% к силе юнита. Вы должны понимать, что вам не дается 15 экспы юниту, а именно плюс 15% к силе. Это очень неплохо, это намного лучше, чем 15 экспы. То есть вы потом... Просто 15 экспы это чисто повышение на уровень, а 15% к силе это очень-очень неплохо. И, естественно, желательно его построить в том городе, где у вас больше производства, где вы будете строить юниты. Но, опять же, я не советовал бы спешить со строительством интернационального чуда, потому что оно появляется вот в обработке железа. И тут, во-первых, вряд ли у вас будет во всех городах бараки. Во-вторых, вот эти ранние юниты плюс 15% к силе с одного города только, ну, мне не кажется, что это будет перевесом прямо в игре сильно. А вот когда юнит там Ренессанса, предположим, или даже Индустриальной эры лучше всего и дальше, вот для них плюс 15% к силе это очень неплохим бонусом будет. Так что, если вы воюете, то строительство интернационального чуда строго обязательно. Для религиозных наций, естественно, большой великий храм не помешает. Для того, чтобы его построить, во всех городах у вас должны быть храмы. Если вы идете по пути набожности, это явно у вас будет. Но дает он не так много. Да, 8 веры неплохо. Самое главное, что он начинает увеличивать давление вашей религии. Но, с другой стороны, обычно у вас уже, если вы путем набожности играете, действительно много городов обратили, то у вас к этому моменту и так давление будет большое. И просто ради этого строить большой храм, мне кажется, не имеет смысла. Лишние 8 веры, да, тоже хороши. Но, опять же, когда вы играете через веру, ее у вас реально много. И эти лишние 8 веры в ход, я не думаю, что сыграют важную роль. Но если вам действительно веры не хватает, и у вас там городов немного, то строительство этого великого храма имеет смысл. Единственное, что обращу ваше внимание, строить его можно только в святых городах. То есть, в отличие от других национальных чудес, которые можно строить где угодно, это чудо строится только в святом городе. Литейный завод – любимое чудо для тех, кто хочет производство получить. Для того, чтобы его построить, требуется во всех городах наличие мастерских. Но, на самом деле, не такое уж прямо офигенное чудо, потому что дает всего плюс 8 производства. Всего лишь плюс свой. Никаких модификаторов, никаких плюс процентов к этому. Поэтому я обычно рекомендую его строить в том городе, где у вас нехватка производства, а не там, где и так уже достаточно его. Вот вы чувствуете, что какой-то город очень медленно развивается за счет того, что он мало строит зданий и прочего, то вот там имеет смысл построить это литейное производство Ironworks. И я его частенько в своих играх строю в разных городах, чтобы именно прибавить производительности в том городе, где его нету. На веру и производство чудеса есть, значит, должно быть и на золото. Ост-Ист-Индийская компания. Ост-Ист – все-таки немножко разные стороны света. Во всех городах должен быть рынок. Тогда вы получите доступ к Ист-Индийской компании, которая в том городе, где вы построите, дает плюс 4 золота. Не знаю, почему чудеса на веру и производство дают по плюс 8, а тут всего плюс 4 золота. Можно было бы тоже плюс 8 выдать. Плюс 4 золота. Но чаще его строят для отправки караванов. Потому что кроме вот этого прибавления к золоту, каждый торговый путь, который вы отправите из этого города, где есть это национальное чудо, будет давать 4 золотых вход сверху от того, что было. Кроме того, чужие торговые пути в ваш город будут давать дополнительные плюс 2 золота. Это надо понимать. То есть получается, что этот город увеличивает привлекательность для отправки караванов. Если вы планируете в будущем отправлять караваны, то надо выбрать именно тот город, из которого и так довольно много денег приносят караваны, и там эту Ист-Индийскую компанию строить. Ну, чаще всего это какой-нибудь город на побережье, из которого там можно в городное государство посылать или к сопернику. Я могу куда-то посылать лишнее. 4 золотых с каждого каравана – это очень неплохо. Очень неплохо. Поэтому обычно я это чудо, конечно, не сразу строю, но вот там где-то во второй половине игры, когда мне накопить золото, оно очень неплохо работает. Следующее чудо у нас на веру называется Эрмитаж. В принципе-то оно неплохое, дает две культуры вход и еще плюс 50% культуре в том городе, который построен. В том городе, где построен Эрмитаж. Но тут проблема в том, что он требует наличия во всех городах опер, оперных зданий. А и в отличие от предыдущих национальных чудес, ну, пожалуй, кроме Оксфорда, чтобы построить оперу, вам надо построить сначала монумент, потом построить амфитеатр и потом только оперу. То есть, грубо говоря, чтобы построить Эрмитаж, вам в каждом городе надо по три здания построить. А так как обычно мало кто играет через шедевры, то и амфитеатры с операми тоже редко строят. Поэтому строить Эрмитаж имеет смысл, идти к нему точнее, чтобы построить оперу, имеет смысл, когда у вас действительно реально проблемы с культурой. Когда вам надо больше социальных политик принимать, тогда, конечно, стоит посмотреть в сторону Эрмитажа и все-таки построить и амфитеатр, и оперы, тогда построить и гильдию музыкантов, чтобы в оперы посадить шедевры музыкальные, и тогда построить Эрмитаж. В другом же случае, если у вас с культурой, в принципе, все нормально, то всегда есть что-то другое, на что имеет смысл потратить производство. ЦРУ – национальное чудо на шпионаж. С одной стороны, он, конечно, выглядит очень неплохо, потому что сразу повышает уровни всех ваших шпионов, и все новые шпионы будут появляться сразу на один уровень выше, то есть не с первым, а со вторым уровнем. Кроме того, уменьшает эффективность на 15% чужих шпионов. Но проблема в том, что, во-первых, поздновато появляется, во-вторых, требует во всех городах полицейской станции. То есть, а полицейская станция, чтобы ее построить, требует в городе строительства жандармерии во всех городах. То есть во всех городах вам надо построить жандармерию, потом во всех городах полицейский участок, и только тогда можно будет строить ЦРУ. Проблема тут в том, что никто не строит их во всех городах. Обычно у вас, ну, обычно делают это только в столице, потому что к вам соперники посылают шпионов только в столице. И строить жандармерию во всех городах, потом полицейский участок во всех городах, я, честно говоря, такого, например, в сетевых играх не видел давненько, чтобы кто-нибудь строил ЦРУ. И получается просто, ну, бессмысленные здания в нескольких своих городах. Вот поэтому и обычно, да нет, чаще всего ЦРУ и не строится. Я вам, собственно, и не знаю, зачем. Ради того, чтобы повысить уровень шпиона, так они вот так у вас прокачаются, если вы будете воровать технологии или убивать других шпионов. Ну и последнее национальное чудо в моем обзоре – это инфоцентр, национальный инфоцентр. Чудо чисто для тех, кто хочет выиграть туризмом, кто планирует это сделать туризмом, потому что требует во всех городах строительства отелей, которые тоже дают бонус к туризму, увеличивает на 100, то есть лучше так сказать, 100% от культуры, которую вы получаете от чудес, национальных чудес и улучшений, конвертируется в туризм. Кроме того, очки туризма от великих работ тоже увеличиваются на 100% в два раза. То есть таким образом вам позволяют добить оставшегося соперника, которого вы еще не добили, туристическими очками и победить. Но опять же, проблема в том, что это очень позднее чудо, практически в последних технологиях находится, и, играя в сети, вас вынесут намного раньше, увидев, что вы идете в туристическую победу. Строить ради этого чуда отели, ну, тоже такая странная немного затея. Опять же, обычно строят отели там, где есть национальные чудеса, то есть один-два города, потому что они, кроме туризма, увеличивают на 50% культуру. То есть это, в принципе, неплохое здание. Но опять же, строить во всех городах, чтобы получить этот выхлоп от национального инфоцентра, затея странная. Только если вы внезапно, действительно, в одном шаге от туристической победы, вам там не хватает немножко еще додавить, тогда имеет смысл. Ну а так, на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Мой цикл про чудеса закончен. Обязательно посмотрите весь плейлист, пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok